Завтра нас ожидает знаменательное событие. На северной газораспределительной станции будет зажжен факел, что ознаменует собой окончательное подключение Петрозаводской ТЭЦ к природному газу. Сегодня Сергей Яскунов на пресс-конференции подвел итог многолетнему строительству газопровода. Строительство газопровода Волхов-Петрозаводск началось с постановления советского правительства 83-го года. Реально за дело республиканские власти взялись уже в 87-м. В 89-м положили первую трубу. И почти на 6 лет дело заглохло. Однако сначала зимой 95-го, а затем в марте 96-го был достигнут ряд соглашений с Лентрансгазом, который профинансировал строительство объекта. Доля республики будет покрыта за счет предоставления газовщикам налоговых льгот в течение 7-9 лет. Все от руководителей до последнего сварщика отмечают необыкновенные для нашего времени дух энтузиазма царившей на стройке, что вызывало в памяти бывалых трубоукладчиков картины типа Уренгой, Помара, Ужгород. Завтра на Северный Гресс пройдет торжественный митинг. Бригадир, заваривший последний шов, зажжет факел. Откроют задвижку и природный газ начнет отапливать наши дома. Второй котел на ТЭЦ намерены подключить в марте-апреле. Есть также планы, правда, в отдаленном будущем перевода на этот вид топлива газовых колонок в квартирах. Газ экологически чист и вдвое дешевле мазута, что, кстати, уже за этот год позволит сэкономить около 100 миллиардов рублей. Как ни странно, это никоим образом не проявится в уменьшении тарифов за отопление. Однако и повышение в дальнейшем, как обещает, не будет столь стремительным.